Продолжение следует... Истинная арийка. Характер нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе равна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадно к врагам рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена. Дорогие дамы, прошу к столу. Нет, 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 нет. Вот уж не думала так справлять свой день рождения. С русской разведчицей и контуженным солдатом. Я понимаю вас. Вчера был день рождения моего мужа. Я тоже думала отмечать его совсем иначе. Отнести ребенка в постель. Спасибо, Хельмут. Я хотела бы это сделать сама. Согласно инструкции, это должен сделать Хельмут. Прошу вас. Я поздравляю вас. Благодарю. А теперь надо спать. Спать. Тшшш. Рожать и кормить. Вот задача женщины. Все остальное химеры, выдуманные растленными буржуазными демократиями и сталинским режимом. Люди должны быть здоровыми и сильными. Нет ничего чище здоровых физиологических инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто. Что вы имеете в виду? Сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим? Это гнусность. Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, отцом дома? Прошу вас. Благодарю. Я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был вторым и третьим и четвертым. Надо освободиться от стыдливости. Это тоже химеры. Если мы с мужем сможем любить друг друга так, как нам хочется, измен не будет. Женщина уходит к другому в поисках силы. Вы, вероятно, не согласны со мной. Не согласна. Почему? Так. Это не ответ. Желание произвести лучшие впечатления тоже уловка. Женщины древние, как мир. Неужели вам кажется, что наш добрый Хельмут предпочтет вас мне? Он боится славян. И к тому же я моложе. Ненавижу женщин. Почему? За что вы нас так ненавидите? Женщины хуже злодеев. Там, по крайней мере, все ясно. А женщины сначала патоку разведет, а потом скрутит тебя. Да еще обманет с твоим другом, если у тебя селенок поубавилось. Вам жена наставила рога. Простите, я могу уйти к себе? А что случилось? Сегодня не бомбят. Работать вы еще не начали. Можно посидеть и чуть дольше обычного. Я просто боюсь за маленького. Боюсь, что он проснулся. А почему он должен проснуться? Хельмут, сколько времени ребенок лежал на балконе? Час до обеда и час после. Погода еще холодная. Так что ему лучше находиться в комнате, чтобы он не простудился. Может быть, вы мне позволите спать с ним? Я боюсь, что господин не высыпается с маленьким. Нет, нет, я хорошо сплю. Он очень спокойный мальчик, совсем не плачет. Это запрещено. Вам полагается жить в разных помещениях, с ребенком. Я не убегу. Здесь очень крепкие запоры. Отсюда невозможно убежать. У нас двое из опоры действительно надежны. Очень сожалею, но у меня приказ командования. Попробуйте поговорить с вашим шефом. А кто мой шеф? Штандартный фюрер Штирлиц. Он добрый человек, и он может нарушить приказ начальства. В случае, если вы преуспеете в работе. У одних стимул деньги, у других мужчины. У вас самый надежный стимул к хорошей работе вашей дитя. Не так ли? Да, вы правы. Разрешите? Вы, кажется, хотели мне что-то сказать? Скажите, если бы вы оказались на моем месте, вы стали бы сотрудничать, чтобы спасти жизнь ребенку? Как вам сказать? Кстати, вы не дали еще ребенку имя? Я назову его Владимиром. Это в честь кого? Ваш отец был Владимиром? Или его отец? Как его звали? Кого? Вашего мужа. Эрвин. Я знаю, что Эрвин, но я спрашиваю о настоящем имени, о русском. Я знала его, как Эрвин. Неужели он даже не назвал своего имени? Он был Эрвином, когда вы бракосочетались? У нас не было бракосочетания. Это неправда. Это правда. Вернее, оно было здесь. Я была заброшена сюда вместе с Эрвином. По-моему, ваши разведчики, так же, как разведчики всего мира, знают друг друга по псевдониму. Вот то, что меня зовут Катя, а не Кэт, знает мой шеф в Москве. И, вероятно, знают некоторые люди, которые были связаны с мужем здесь. Идешние его руководители. Угу. 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 Ладно, вы можете идти отдохнуть. Кстати, вам завтра предстоит поездка в Рансдорф. Ведь это была ваша идея поездить по местам, которым ездил ваш муж. Да, это была моя идея. Меня могут увидеть наши люди на свободе, это их успокоит. А потом я не убеждена в том, что у здешнего резидента нет второго передатчика. Он ведь может передать Москву о нашем провале, в том случае, если не получит сигнал о том, что я на свободе. Вот тогда вся ваша игра пойдет насморку. У вашего здешнего резидента нет второго передатчика. Благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц. Он славится у нас либерализмом и логикой.